Геннадий Гудков, экс-депутат Государственной Думы Российской Федерации, политик, оппозиционер и полковник ФСБ России в отставке, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Да, я приветствую вас, а также всех, кто нас слышит и видит. Рады. Я насчет, кто слышал сейчас последнюю фразу, любимая родина Путина. Знаете, я думаю, что у нее нет любимой родины. У нее вообще ничего нет любимого, кроме самого себя. И мне однажды сказал как-то один его близкий товарищ, я не имею право называть фамилию, но близкий, поверьте. Мы с ним почти, ну практически на ты. Он говорит, слушай, Генн, ну что ты до нас докапываешься? Ну мы страну завоевали, но почему ее не пограбить? Вот это было сказано, конечно, там типа как в шутку, но на самом деле это не шутка. Они завоевали страну, они ее грабят. Они считают, что страна им принадлежит по праву сильного. Поэтому насчет любви к родине, это из области политических сравнений, не имеющих к реальности никакого отношения. Никого Путин не любит, кроме себя, свое эго. Он всем учитит за свое трудное детство. Как он не может и уже никогда не преодолеет эти все комплексы неполноценности, которые сформировались у него в пылье в пиджерском дворе, в нищей квартире, в убогой обстановке. У него он просто всем мстит. В том числе и украинскому народу, который начал жить, начинал жить лучше, чем Россия. Это еще представляло для него угрозы лично для его власти, а у него никакой нет идеи, кроме удержания власти. Вы же видите, что он себя окружил цыганской роскошью. Гигантское количество дворцов, всяких вилл, золота. Ну, как вот можно там комнату. Вы же видели, что там золото не меряет. Человек, который всю жизнь, ну, не все детство провел в нищете. У него вот это сформировалось настолько сильно, повлияло на психику, что он сейчас обставляет каким-то там цыганским стилем золото, лепнина, мебель по бешеным ценам. Мне тут один товарищ позвонил, который хорошо знает их порядки, внутреннюю там сметы помогал им составлять. Он говорит, ты можешь тут представить? Он мне вообще раз звонил. Ты можешь представить, сколько можно смести смеситель у одного из путинских олигархов в ванной? Говорит, ну, не знаю. Он говорит, вот у меня лежит на столе бумажка, 35 тысяч евро. Я говорю, сколько, сколько, сколько? 35 тысяч евро. Я говорю, он из чего сделан, из платины? Он говорит, нет. Это сделан из металла, даже не золота. Просто он какой-то эксклюзивной дизайнерской работы. А знаешь, сколько у него стоит крыша в курилке? И ничего, что я рассказываю, да, перебил ваш план. Нет, это очень интересно. Продолжайте, пожалуйста, потому что такие подробности, которые очень важны, озвучить в эфире. Я говорю, тут, значит, крыша от курилки от Тиффани. Значит, еще раз объясняю. Крыша в курилке, в курильной комнате, или кальяне, от Тиффани. Я, говорит, сам эту смету закрывал и помогал. Я говорю, и что, сколько, скажи мне, пожалуйста. Ну, сколько может стоить крыша от Тиффани? Я говорю, я вообще не знаю. Ну, сколько? Ну, 100 тысяч? Он говорит, нет. Я говорю, полмиллиона. Нет. А сколько? Миллион 200 тысяч долларов стоит крыша на небольшой комнате от Тиффани. Поэтому, когда вы говорите «любимая Родина Путина», любимый с точки зрения грабежа, с точки зрения присвоения себя богатства. Не более того. Крыша от Тиффани, это имеется в виду витражные стекла, да? Вот эти, которые в мозаике, в цветах. Да. Это очень тонкая работа, действительно, которая очень дорогостоящая. Вот интересно... Миллион 200 тысяч одна из крыш в одной из каких-то таких зимних беседок, где можно курить кальяне. Скажите, пожалуйста, когда в России средний россиянин поймет, сколько стоит крыша Тиффани? Нет, ну, он поймет тогда, когда это будет на экране любимого его телевизора, чтобы жопу не отрывать от дивана. Потому что, извините, за прямоту. Это будет после того, как начнет серьезно терпеть армия поражения от украинских уроженных сил. Вот она сейчас какого-то пересмысления, пересознания. А сейчас никогда. Ну, вроде бы, уже сейчас начинают понимать, нет? Я надеюсь, что к маю уже все будет понятно с наступлением, и тогда, наверное, начнется осознание средними россиянами вот этих всех вещей. Да это вообще никто не знает. Статья, например, которая готова с прозаблачением... Но мне вчера сказали, не буду утверждать, что это правда, мне сказали, что у одного из лекарств, вы фамилию его точно знаете, дом в Швейцарии чуть ли не 12 миллиардов долларов стоит. Самый дорогой дом в мире. Я не верю пока. Но мне человек обещал провести сметы, обещал показать фотографии, обещал объяснить его, откуда такие затраты на дом. Ну, почему-то мне про крышу, про Тиффани, от Тиффани рассказал, что... Потому что одна только крыша, небольшая комната, и может стоить миллион двести. То есть, а если туда еще на крышу подвесить бриллиант по 100 карат, то она будет стоить совершенно иных денег. Поэтому, может быть, я не знаю. Но я даже не верю, что 12 миллиардов может стоить дом. Ну, а так как это космический бюджет, действительно, это можно себе представить, что там бриллиантами инкрустирован каждый санузел. Но даже непонятно, что за эти деньги можно сделать на самом деле. Биллиант зачем? А главное, зачем? Ну, либо в земле что-нибудь закопано, какая-нибудь нефтеточка. Или... Я сейчас гарантирую 12 миллиардов долларов не верю, но даже если он стоит 1 миллиард долларов дом, это, конечно, ну, за пределами моего сознания. Вы продолжаете тему цифр. Давайте перенесемся на восток Украины, где регулярно пополняется статистика потерь российской армии. И в то же время увеличивается количество обращений к самому главнокомандующему Путину, от его подчиненных, мобилизованных. И этих обращений становится все больше. Как вы считаете, это может стать уже какой-то критической массой накопления гнева, разочарования, негодования со стороны мобилизованных? Ну, гнев мы там не видим. Помните вот такого Щедрина, когда там бунтуют мерзавцы на коленях, бунтуют? Да, вот российский бунт, он пока идет на коленях. Они встают там, бахаются на колени. Говорят, отец родной, Владимир Путин. Дай нашим мужьям нормальные условия, чтобы убивать украинцев. Вот вы же из меня извините за цинизм, но это примерно выглядит пока вот так. И поэтому, да, конечно, разочарование, да, оно наступит очень быстро. Знаете, вот опять-таки, ссылаешь на великих от любви до ненависти один шаг. И вот эта любовь, или там условная любовь к Путину, к его системе, его там великодержавной истерии, она может в один миг превратиться в ненависть. Я, собственно говоря, думаю, что это иное произойдет. Но должна быть какая-то сильная эмоция. Вот по-другому не бывает в России. Эмоция – все. Рацио – ничего, да, то есть рациональное мышление ноль в этой массе, в той массе, о которой я говорю, потому что я все время говорю, что там десятки миллионов людей против Путина, против войны. Это потенциальные союзники и наши, и ваши. Вот, а вот те, кто за Путина, да, у них вот абсолютно эмоциональное мышление. Рациональное там и не пахнет рациональным. Там мозгов нет, по крайней мере, они заблокированы, выключены на сегодняшний день. А рациональное мышление сейчас говорить даже не приходится. Вот есть цифры, которые хотелось бы озвучить прямо сейчас. По состоянию на 10 марта за две недели погибло рекордное количество российских военнослужащих. По состоянию на 10 число 23 года, 10 марта, в Украине погибли 16 774 российских военнослужащих. Это две недели. Две недели. Скажите, пожалуйста, эти цифры не могут стать достоянием общественности в Российской Федерации? Неужели все просто молчат и никто даже не обсуждает это ни на кухнях, ни между собою? Ну и цифры впечатляющие. Вот смотрите, есть противоречивая информация. В России фрагментировано. Абсолютно разные оценки в разных группах населения. Я недавно проводил свое собственное исследование. Мне из одного группы населения пишут, нет ни одного ватника, все против войны. Другому пишут, ужас что творится, вообще разговаривать не с кем, одни ватники. И вот эта фрагментация российского общества, она, сейчас мы не можем говорить за все российское общество. Если мы говорим о потерях, то в основном, конечно, это потери идут из глубинок российских. Все-таки в основном там гибнут люди, которые, многодетные семьи, нищие депрессивные регионы, их там обманутые, оболваненные, переставшие давно мыслить самостоятельно и думать. И, конечно, там пытаются создать иллюзию, что это вот они погибли за родину, защищая непонятно кого, как и так далее. То есть им лапшу на уши вежут по полной программе, в том числе после смерти их родных и близких. Но вот вы называете цифры 16 тысяч за две недели. Если, конечно, каждые две недели будет погибать 16 тысяч, наверное, это скоро обретет, ну и качество, количество перерастет в качество. Но пока этого нет. И я просто, чтобы было понимание у всех, назову цифру потери в день во Второй мировой войне. Это было больше 20 тысяч, это было 20 тысяч, не меньше. Не меньше 20 тысяч в день погибало людей. 20 тысяч в день. Вот просто вдумайтесь. Это была бойня, которую устраивали Сталин и его маршалы мясники, бросая людей, не жалея абсолютных надо-не надо в бой. И потери были чудовищными. 20 тысяч в день. И народ это терпел. Вот поэтому, когда вы меня спрашиваете, каковы пределы долголетерпения части, вот этой значительной части российского народа, ну, мне сложно ответить. Потому что, с одной стороны, вроде бы вот ничего не происходит. С другой стороны, мне звонят из Москвы и говорят, что все равно идет сокращение довольно заметной поддержки Путина, ухудшение отношения к нему, разочарование в нем по разным причинам. Такие процессы идут. Но нам с вами, я, по крайней мере, не готов сейчас сказать, когда вот это количество проблем, количество потерь, количество трагедий, количество людей, понимающих, что происходит, перерастет в иной качество состояния российского общества. Пока, пока я воздержался бы от каких-то оптимистических прогнозов на ближайшее время. Вот на самое ближайшее. Я думаю, что все произойдет после, и начнется серьезный процесс перерасмысления, после начала наступления вооруженности в Украине. Ну, очевидно, сейчас Пригожину становится все тяжелее проводить свою политику набора, эту мобилизацию. Как вы видите, что, Пригожина, сейчас получается? Мы сейчас не говорим об его вот этих заявлениях, что он куда-то баллотироваться, будут какие-то президенты. Это, ну, это понятно, что это то, что называется сейчас хайп. А вот касаемо его основной работы, насколько ему удастся собрать еще людей в свой чувак? Пока он является козлом опущения. Генералы, взявшие власть, согласие Путина, потому что Путин понял, что он сам не в состоянии управлять армией, он сам наворочил кучу ошибок. И в этих условиях, видимо, генерал поставили ультиматум, либо мы, либо тогда воин Пригожин, а мы как сержанты будем туда пошел, сюда положил, здесь отошел, тут принес. Вот, поэтому он, видимо, испугавшись посредством такого генеральского бунта, передал им часть полномочий, по крайней мере, карт-бланш на ведение войны. И заложником этого решения стало Пригожина, которого Путин все время отравливал на генерала. Сейчас генералы мстят Путину через Пригожина за то, что он их унижал достаточно много времени, втаптал в грязь. Это процесс неоднозначный, и мы не знаем, чем он закончится. Я все время говорил своих первых эфиров, либо генералы замочат Путина, либо Путин замочит генералов. Но кто-то должен кого-то, так сказать, замочить точно. Потому что кто-то должен отвечать за все провалы, кто-то должен отвечать за поражение. На кого-то это надо будет списывать, кого-то обвинить, кого-то сожрать. Или даже стерзать на виду толпы. Пока генералы владеют инициативой, они мстят через Пригожина Путина. Пригожин, поэтому получает сейчас со всех сторон, его там бросают в бой, ему не дают боеприпасы, его там не обеспечивает логистика. На него там окрытились где-то там в Питере. Хотя он продолжает, конечно, действовать. Путин полностью его не может списать со счетов. Поскольку, а он слишком много знает, от него слишком много зависит, в том числе лично для Путина. Такой палач отморозок Путину очень сильно нужен самому. Поэтому, конечно, он его не допустит в уничтожении утилизации Пригожина. Но сейчас он его в данной ситуации, пока генералы взяли на себя ответственность за войну, сейчас в этой ситуации он Пригожина защитить не может. И генерал мстят Путина через Пригожина. Кадыров оказался похитрее, выскочил из-под удара. Лизнул генералам, как положено. И сказал, что если вы меня начнете мочить, как Пригожина, я там уйду с госслужбы и начну создавать частную армию на Кавказе. А там смотрите сами. Все поняли, что лучше этого не делать. На два фронта не воевать. Или не иметь, так сказать, сепаратистскую войну на Кавказе. И Путин принял сына Кадырова, чтобы показать, что с Кадыровым все окей. Но, как мы видим, Пригожин такой чести не удостоен. Поэтому они будут его мочить пока. И у них есть возможность мстить ему. Но до какого-то определенного предела. До какого-то определенного предела Путин не заинтересован в его исчезновении. Он ему нужен в Центральной Африке, он ему нужен в Сирии, он ему нужен в Лиге, он ему нужен еще где-то. Поэтому Пригожин все равно останется его специальным личным спецназом группы по уничтожению врагов или по прятанию активов. Я думаю, что в этом качестве он ему нужен. Видно, что, конечно, попытки собрать по полной ЧУВК, они все мельче и мельче. Ну, конечно, ограничили. Путин, может, и рад бы ему сейчас отдать всех за Россию. Но генераловской огней хватит. Нам вот этих успехов мы сами-то. Да, вот и мне сказано, ну, вы же знаете, что эта версия распространяется, что как только Украина вроде решила сдать Бахмут, туда устремился радостный этот Пригожин своим Вагнером, генералы решили. А когда Украина говорит, мы пока еще подождем, вот, иди-иди сюда, дорогой. А генерал сказал, ну, хрен, отлично, он туда пошел, ну и пусть идет. А мы ему сейчас ничего не будем поставлять, пусть они там, украинцы, насколько возможно, уничтожат всех его людей. Ну, такая есть версия. Я думаю, что она близка где-то к истине. Ну, снимки с полей с количеством убитых только подтверждают эти слова. Поэтому будем наблюдать дальше. Спасибо большое, Геннадий Владимирович Гудков. Мы с нами на прямом включении телеканала Freedom. И End suf finca комбинатируем poquito тушу, там держите какую-то путень. И на прямомBB будет рецид versus гиджи. dating Sat and postingla Б turк в штата году, о картяжке будет increasingly легче. Там мы с комбинатом там где-то buen образом. Да, и твакота Cody в легчеira,